Ну что, Халык-Арена на ваших экранах. Алматы принимал Атырауский Бейбарыс. Результативная серия, результативный матч получился, забегая вперед, да, аж 11 шайб мы с вами посмотрели в итоге. Ну и давайте обо всем по порядку. Первый период абсолютно точно остался за Бейбарысом, залетало все, буквально. Да, Алматы, скажем так, проспали первый период, справедливости ради, да. На пятой минуте уже в воротах Нефедова побывала шайба Максим Кунишников с передачи Гоффмана и Степанова забросил. Затем на восьмой минуте Евгений Степанов забросил в большинстве. Александр Ананичев у него был в ассистентах. Затем на тринадцатой минуте Евгений Степанов забрасывает вторую свою шайбу. Кунишников и Ананичев у него в ассистентах 0-3. Затем спустя 34 секунды еще одна шайба побывала в воротах Алматы на четырнадцатой минуте. Илья Харченко забросил. Воробьев и Клочков у него в ассистентах. Ну и это еще не все, что было в первом периоде. Еще один гол в большинстве был убить Бориса. Илья Харченко оформил дубль без ассистентов. Ну и на двадцатой минуте Евгений Каролинский шестую шайбу забросил в своей команде в первом периоде. Маскалев и Ананичев у него в ассистентах. За первый период дважды поменяли вратаря алматинцы. Не помогла смена вратаря. На самом-то деле действительно где-то просто проспали первый период. Потому как во втором периоде алматинцы показали на что способны. Ну а Би Борис наверное подумал, что дело сделано. Немного расслабились и алматинцы этим и воспользовались. Илья Давыдов забросил на двадцать четвертой минуте. Штефан Патшиндялов у него в ассистентах. Затем еще одну шайбу мы увидели в исполнении алматинцев. А вот она как раз на ваших экранах. Тверда Хлебов забросил ее с передачи Патшиндялова. Но здесь Патшиндялов сделал все. Отобрал шайбу и передачей за спину отдал шайбу на партнера. И такой красивый гол получился. Но спустя четыре минуты Би Борис одну шайбу еще забрасывает. Александр Воробьев, ее автор Клочков и Харченко у него в ассистентах. И таким образом счет второго периода стал 2-7. И в итоге мы ушли именно с таким счетом на второй и последний перерыв этой встречи. Ну у нас вот такие качели получились. В первом периоде явно инициатива была у Би Бориса. Во втором интереснее гораздо были алматинцы. Ну а уже в третьем периоде игра была абсолютно равная. Обе команды были обоюдно опасные. Обе команды обоюдно опасно атаковали. Много бросали по воротам. Но вот Би Борис оказался несколько точнее. Сначала на 55-й минуте смог забросить Данила Пениди, представитель четвертого звена с передачи Гребенщикова и Гусейнова. Ну а дальше на 58-й минуте Алексей Клочков забросил на отложенном штрафе с передачи Воробьева и Селезнева. Ну и таким образом Би Борис крупно обыгрывает Алматы. Довольно заслуженно, надо сказать, Би Борис выигрывает эту встречу. Ну а нам с вами финальная статистика осталась. 33 броска в створ у Алматы, 36 у Би Бориса. На точке вбрасывания также лучше Би Борис 20-30. Голы в большинстве 2 у Би Бориса имеется. Штрафное время 10 минут было у Би Бориса, 6 у Алматы. Ну и финальный счет на ваших экранах. 2-9 победа Би Бориса.